It's time goes down! Но идентично повторяет строение клавиш на пианино Для начала очень важно знать, какую ноту играет открытая струна Итак, первая струна Нота ми Вторая нота си Третья нота соль Четвертая нота ре Пятая нота ля И шестая нота ми Для начала мы сегодня разберем с вами строение верхних и нижних барреш Итак, мы знаем, что верхняя струна играет ноту ми На первом ладу будет нота фа В системе строения тонов и полутонов Полутона есть между каждыми нотами За исключением ми, фа и нот си и до Не существует такого понятия, как ми диез или же фа бинон Поэтому за открытой струной ми на первом ладу сразу же следует нота фа На втором ладу у нас получается фа диез А дальше идет нота соль Итак, в районе первых трех ладов мы имеем ми, фа и соль Между фа и соль существует полутона Он является фа диезом, либо же соль бинон Итак, для начала давайте рассмотрим все тона на шестой струне Итак, ми, фа, соль На пятом ладу у нас ля На седьмом ладу си Восьмой лад до Мы помним, что между си и до нет полутона Поэтому нота до идет сразу же на следующем ладу после ноты си Десятый лад нота ре И двенадцатый лад снова нота ми Но на актау выше Соответственно, между ними существует полутона Разница между диезами и бемолями Это такой очень сложный процесс, который проходит только в высших музыкальных школах Это все зависит от того, какую гамму вы играете Мы не будем это разбирать Это вам в принципе не пригодится Поэтому все полутона мы будем называть диезами Итак, полутона Фа диез на втором ладу Соответственно, если у нас на первом ладу нота фа На втором ладу у нас получается фа диез Соль диез четвертый лад Ля диез шестой лад До диез на девятом ладу И на одиннадцатом ладу ре диез На тринадцатом На четырнадцатом ладу снова будет фа диез На актау выше Теперь мы знаем с вами основополагающие тона На шестой верхней струне От них мы будем строить верхние баре Итак, верхние баре существуют двух типов Минорные и мажорные Все они строятся из основы двух аккордов Аккордов ми И аккордов ми минор Для тех, кто еще не знаком со стандартными аккордами Их вы можете посмотреть вот в этом уроке Аккорд ми Суть аккордов баре в том, что первый палец зажимает все струны Сразу же заменяя вот этот порожек Соответственно, мы берем аккорд ми Передвигаем его на один лад вперед И теперь первым пальцем зажимаем все струны на первом ладу Заменяя вот этот порожек Потому что аккорд ми у нас двинулся вперед Зная, что открытая у нас нота ми На первом ладу у нас нота фа Мы получаем Аккорд баре фа И Фа Следующим на втором ладу В точно такой же позиции будет фа диез Мы знаем, что на втором ладу у нас идет уже полутон фа диез На третьем ладу получается аккорд соль Итак, давайте теперь рассмотрим все тона на шестой струне мажорными аккордами Ми На открытых словах На первом ладу фа На третьем ладу соль На пятом ладу ля На седьмом ладу си На восьмом ладу до Между си и до нет полутора На десятом ладу ре И на двенадцатом ладу снова ми Аккорд выше Соответственно, между ними существует полутона На втором ладу фа диез Четвертый соль диез Шестой ля диез Девятый до диез Одиннадцатый ля диез То же самое только с минорными аккордами Мы знаем, что у нас аккорд ми А, мы знаем аккорд ми Теперь берем аккорд ми минор Который по своей сути еще проще И точно так же Ми, фа, соль, ре, си, до, ре И снова ми, только уже минорные Теперь давайте рассмотрим с вами нижний ряд баре Нижний ряд баре идет от основной пятой струны Которая в этом видео мы уже знаем Играет ноту ля Соответственно, на втором ладу Мы имеем ноту си На третьем до На пятом ладу ре На седьмом ми На восьмом ладу фа На десятом ладу соль И на двенадцатом ладу снова ля На втором выше Соответственно, по-утонова у нас получается На первом ладу lä диез На четвертом ладу до диез На шестом ладу ре диез На «евятом ладу фа диез И на один одним ладу соль диез Нижние баре строятся от аккорда Ля-мином и Ля. Сначала рассмотрим варианты аккордов Ля. С открытым сомнением мы имеем ладу Ля. Если мы передвигаем все это на второй лад, то есть палец заменяющий порожек у нас оказывается на втором ладу, а палец, который ставит аккорд Ля, оказывается на четвертом ладу. У нас получается аккорд Си. На третьем ладу До, пятый лад Ре, седьмой лад Ми, восьмой лад Фа и десятый лад Соль. То же самое с аккордом Ля-мином, Ля-мином, Си-мином, До-мином, Ре-мином, Ля-мином, Фа-мином и Соль-мином. Вот, в принципе, все основное строение верхних баррэ, основного баррэ, который играет шестая струна, и неледних основного баррэ, который играет пятая струна. Есть также еще малая баррэ, где первым пальцем зажимаются две и три струны. Как вариант, вы уже знаете, используйте малое баррэ в простом варианте аккордов Фа. По своей сути, простой вариант аккорда Фа – это нижняя часть полноценного аккорда Фа-мином. Вот, наверное, и вся основа, которую вы должны знать про аккорды баррэ. А теперь я реквендую. Ну да. Продолжение следует.